Да, иногда мне кажется, что достаточно откровений, а иногда мне кажется, что недостаточно. Иногда мне хочется взять и все свои впечатления, воспоминания, написанные от руки, взять и сдать. Боже мой, выпустить все эти несчастные образы, эти несчастные действительно образы страдания во весь мир на экран. Пусть они живут своей жизнью, улетают на трансформацию, как говорят. Вот, и мне станет легче, я в этом уверена. Даже когда я говорю, проговариваю, вот сейчас на YouTube многое, мне уже становится легче. Это своего рода терапия, шикарная терапия. Спасибо YouTube за то, что он есть. И в него можно делать так. Вот, я поднимаю этот прекрасный бокал кофе. За вас, мои уважаемые ютуберы. За себя, любимую ютубершу, блогершу. Когда моя дочка узнала, что у меня канал, она сказала, мама блогер, бог мой, а я удалила канал на ТикТоке. Вот, ну что ж. Для тех, кто всегда остается на коне, на коне и останется. Вот и я. На коне, коне, коне. Та-на-та-та-та-та. Вот так, видите как. Я в детстве видела абьюзивные отношения. Психика зафиксировала, что это эталон. И потом искала такие же отношения, и в них попала и я, и моя сестра. И мне большого труда стоило выйти из этих ложных матриц. Вся жизнь. Вот, насколько важно, чтобы вы делали только то, что хотели. Потому что изначально человек приходит с мудростью уже. В себе, в своей душе, в своем духе. И где-то в глубине души, когда я видела вот эти картинки скандалов моего отца и моей матери, я понимала, что это конкретно все не так. Оно не так должно быть. Моя сущность это знала. Но я это видела. И так или иначе, когда очень много раз называют свиньей, ты начинаешь хрюкать. Вот. И поэтому очень важно слушать себя. Очень важно себя любить. И себя у себя ставить на первое место. И этому научиться сложнее всего. Вот это наука наук. Но когда ты, наконец-то, обретаешь себя, ты начинаешь что-то понимать и в окружающем мире. И только так это работает. Я это прошла на собственной шкуре. И абьюз просто так на ровном месте. Вот. Жила-жила девочка прекрасная. Детство у нее было. Она вышла замуж и попала в абьюз. Так не бывает. В абьюз попадает девочка. В абьюзивное отношение. Только та девочка и тот мальчик, который в детстве видел этот абьюз у мамы и у папы. И воспринял это как эталон поведения. Вот откуда берутся корни абьюза в начале. Продолжение следует...